Всем привет, с вами Саня, добро пожаловать на корейный канал Найсмок, у нас сегодня обзорчик на последние новиночки спектрума, а именно они выпустили три вкуса, один лимитированный вкус и два вкуса в линейке Микс Лайн. Вообще они мне все это прислали боксом, но я что-то долго думал снимать обзорчик на новиночки или нет, в итоге решил снять, уже половины содержимого нету, кстати, ребят, подписывайтесь, в том числе и на мой инстаграм, там как раз я снимаю всякие распаковочки с посылок, которые мне бренды отсылают, так вот, помимо еще этих трех вкусов, там был напиток сангрита, я потом, соответственно, так сказать, по канону, так как положено, выпил ее с текилой. Напиток, как сангрита меня удивила именно по этому традиционному рецепту, это такая очень лаймовая штука с оттенком граната, мне там показалось, что там есть чуть-чуть томата, и также еще там есть, конечно же, перец чили, и, ребята, под текилу, ох, как залетело, было очень вкусно. Вы, наверное, спросите, Сань, ты же сказал, у тебя три вкуса, а тут на столе только два, все потому, что одну пачку я скурил в компании, забыл ее, в общем-то, там, и, короче, ладно, тем не менее, я же ее пробовал, а, еще плюс, у меня был на нее постик, фото-постик, фото-обзорчик в телеграм моем канале, Найсмок, тоже обязательно туда подписываемся, всякие новиночки, которые мне отсылают, я там обозреваю. Ладно, давайте начнем с вкусов, которые у меня сейчас на столе. Первый, это черри-рог, в переводе на русский, почему-то пряный грог, непонятно, почему они ее назвали вишневым-рог. Очень классная тема, во-первых, на первом плане вишня, она немного похожа на маранчино-черри, но, знаете, она больше тут уходит не в миндальную составляющую, то есть не в косточку, а, скорее, в такую сладкую мякоть. Дальше, здесь еще чувствуется, определенно, специи. Вообще, это такой ром, вернее, даже не специи, а пряности, я бы сказал, но вот как ром алкоголя, именно алкогольный, основы мне здесь немного не хватило. Чем-то отдает, знаете, карибским ромам, только, как я и сказал, менее алкогольным. В общем, это такая сладкая, косточная немного вишенка с пряностями и с такой легкой-легкой толикой алкоголя рома. Мне очень зашло, понравилось, я два раза покурил в соло, мне, в принципе, даже ничего туда добавлять не хотелось, все было очень вкусно. Конечно, можно туда для ценителей алкоголя вкусов что-то добавить, какого-нибудь виски, какого-нибудь рома, в принципе, от любого производителя, немножечко для алкоголя нотки, и вообще будет пушка. Черри-игрок, он же пряный игрок в переводе, я прям очень вам рекомендую, ребят, попробуйте, вкусные темы, вкусные. Второй вкус, это у нас джели-берри, он же ягодный кисель. По описанию, в общем, это ягодный кисель. Забыл я, что там в описании, но, ребят, вообще ни разу не ягоды, это вообще ни разу не желе. А из пачки пахнет очень ярко, очень насыщенно мятой. И знаете, причем такой мятой, которую мы курили, не знаю, в году, там, в 2015, в 2016, в общем, оттуда аромки какие-то пошли. Сейчас все-таки как-то мяту делают более разнообразной, у кого-то она перечная, у кого-то она такая сладкая, что-то в жвачку уходит. Всякое разное есть, но вот такую мяту я не любитель. Вообще, я в последнее время для себя заметил, что что-то почему-то в кальяне я перестал воспринимать нормальную мяту. Как-то себе забивал колу, что-то еще, в общем, и добавил туда мятки с лодком. Добавил немного, но прямо у меня какое-то отторжение почему-то стало вызывать теперь мяту в кальяне. Не знаю, видимо, я тоже ее перекурил, хотя я не так уж часто ее забивал. Тем не менее, ладно, как я и сказал, очень ярко пахнет мятой, пахнет также еще таким нежным персиком. И по описанию там еще есть какие-то ягоды, не помню точно какие, то ли клюква, может быть какой-то микс не суть важен, но тут они просто не чувствуют. Вроде как должны давать кислинку, но нет. В чашу, собственно говоря, то же самое, очень яркая мята и просто вторым планом идет персик. Я хуй знаю, почему они это назвали ягодным желем, ягодным киселем, потому что вот, ну вот, ну вот вообще не ягодный и не кисель. И у меня прям этот вкус такое отторжение вызвал, не знаю, я такой вот не люблю, потому что, опять же, ибо я бы не сказал, что это по ромке 22-й год. Ну прям очень что-то такое старомодное. В принципе, возможно, кто любит персик с мятой, что-то из таких старых, даже из турецких, наверное, производителей, зайдет. Но прям один раз я кое-как это докурил, ну как докурил, покурил минут 20, просто оставил потом кальян. И дальше я просто не смог к этому вернуться, прям в какие-то миксы, как мяту, кстати, вот использовать, разве что добавлять, такую сладенькую можно. Но вот в соло прям, ну я... Забыл я, кстати, ребят, то, что бокс-то я, оказывается, не выкинул. В стиле, в мексиканском стиле все-таки у нас был Джон Кальян, и как раз они показывали там сангриту, лимитку. Открывать я не буду, там что нету, осталось только наполнитель. Или вообще уберем. И еще помимо напитка и табака, там еще была прикольная бананка на поясную сумку, спектром. Классно, если у них есть какие-то дополнительные вот такие вот, ну, нашивочки, скажем так, на сумку, чтобы их можно было менять. В принципе, вот за сумку спасибо, я такое люблю. Давайте сюда куда-нибудь, не знаю вообще, будет видно на видео, оставим ее здесь. И так, и так, и так, и так. Мексиканская сангрита, которую как раз у меня не осталось в упаковке. А вообще, по описанию, это смесь роната, лайма и перца чили. Но, на запах, во-первых, мне чувствовались прям какие-то нотки томата, того же гаспачо, который есть у спектрума. В чаши томата я чувствовал еще больше. И что самое интересное, помимо того, что нету томата в описании, и еще спектрум, я лично задавал вопрос, есть ли там томат, потому что в описании его нет, а я его очень чувствовал, и сказали, что нет. А томата там нету, мол, смесь лайма и роната вызывает такое, скажем, ложное ощущение, ложный вкус. И черт подери, ну прям, ну это очень странно. Ну, все-таки, по мне, есть томат тоже, я еще видел всякие комментарии к этому вкусу в обсуждениях, тоже люди тоже чувствовали там томат. Там спектрум стоит на своем, говорит, томата там нету. И вообще, что это, как курилось? Мне это, на самом деле, чуть напомнило. А, у меня не осталось, да? Короче, у них в микслайн. Ой, микслайн, китченлайн, в гастрономической линейке выходил итальянский суп. Это, опять же, вкус на основе гаспачо, который у них был, только с добавлением каких-то дополнительных ингредиентов. И мне чем-то напомнил этот итальянский суп, только, опять же, с добавлением роната и с добавлением перца чили. На покуре это действительно было похоже на томат с ронатом. Удивительное сочетание, мне понравилось, в принципе, потому что я люблю гастрономию, и вся эта тема мне близко к сердцу. И на выдохе было, вернее, не на выдохе, а на послевкусе было прям такое очень приятное покалывание от перца чили. В общем, ребят, кто любит гастрономию, мексиканскую сангри, то спектрум я советую. Имейте в виду, она еще тем более лимитированная. Так что рано или поздно она исчезнет с полок. Такие вот дела, короче, ребята. Еще раз, советую вам попробовать черринг-рок. Десертная, пряная штука, прям в соло залетает, понравилось. А ягодный кисель не советую, слишком много мяты, из-за ней практически ничего остального и не чувствуется. Вообще не понял этот вкус, прям... Ну и мексиканскую сангри, то, конечно же, я советую тем, кто любит гастрономию. Ну, а тем, кто даже, в принципе, и не любит, если именно следовать по описанию, то там, в принципе, из гастрономии можно выделить только лишь перец чили. А так это якобы смесь вами, как я и сказал, и рано там. Там уже, ну, понятное дело, у всех индивидуально. Кто-то что-то чувствует больше, кто-то что-то чувствует меньше. Короче, спасибо Спектруму за новиночку, за посылочку, за сангриту под текилу, за поясную сумку и, конечно, вкусы. Блин, жаль. Они раньше хотя бы отсылали по две упаковки, а тут по одной вот. Хуй с ним, с этим ягодным киселем. Киселем, ладно. Киселем. Но вот за сангриту бы вторую упаковку, а еще бы определенным бы из-за нее. На этом мы с вами будем заканчивать. Обязательно, ребят, подписываемся на мой канал. Еще раз напоминаю, подписываемся на мой телеграм-канал. Там обзоры на всякие новиночки. И на инстаграм там тоже выходят иногда постики, иногда выходят сторисы. Я не знаю, вы это слышали, а просто там за окном что-то ебнуло. Надеюсь, все живы. Короче, с вами был Саня. Коляный канал NiceMog. Всем вам дымных и вкусных кольянов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...